Друзья, всем привет! На связи Кира Штафун. Я передаю вам привет с острова Бали в Индонезии. И хочу рассказать о том, чем можно питаться здесь сыроеду. С тех пор, как я переехала с острова Самуи на остров Бали, мой рацион не слишком поменялся, потому что здесь также достаточное количество фруктов и овощей, и органических фруктов и овощей, которыми можно питаться. Другой момент, что они здесь немножко подороже, и даже не немножко, а дороже. То есть, например, если в Таиланде мы покупали за 100 рублей 7 килограммов мангустину, это правда в сезон, то здесь сейчас стоят мангустины 100 рублей или 120 даже за килограмм. Дороже мандарины, дороже папайя, дороже яблоки, очень яблоки дорогие здесь. Ну, в принципе, яблоки дорогие и здесь, и на Самуи в Таиланде, поэтому яблоками запасайтесь и кушайте яблоки в России. Дурианчиков здесь нет, сейчас совершенно не сезон, сезон, вроде, как мне сказали, декабрь и март на Бали дурианов, но то, что мы попробовали, то, что сейчас есть, это совершенно не то. В Таиланде мы, конечно, были разбалованы прекрасными различными видами дурианов. Здесь окружение людей, которые понимают и осознают ценность вот такого правильного питания, здесь мало людей, которые едят, наверное, мясо, все-таки как-то люди все стремятся к здоровому образу жизни и открывают кафе, сыроедные кафе, вегетарианские кафе, в сыроедных кафе можно найти замечательные салаты, особенно вот это годно для переходного периода, почему не годно для тех, кто является фиторианцем и моносыроедом, я объясняла в своем годовом отчете по сыроедению, получают некоторые проблемы при таком питании, но тех, кто переходит на сыроедение или находится на первых месяцах, это вполне замечательная альтернатива. Можно попробовать там чизкейки, замечательные чизкейки, можно попробовать даже роллы, то есть готовят очень вкусно, и я бы рекомендовала даже взять пример вот с прекрасного тропического острова Бали и перенести все эти вот идеи по ресторанам в Россию, потому что в России таких мест очень мало, или я бы даже сказала нет. Прекрасная кафешка есть «Алхимия», в которой делают потрясающие салаты, вот эту идею взять за основу, перенести в Россию, и будет часть этому человеку, кто это сделает, это 100%. Так, есть здесь, причем, органические фрукты и овощи, которые можно заказывать у человека, который все это привозит с фермы. И здесь, что радует, достаточно много помидоров, потому что в Таиланде с этим была просто проблема. Здесь достаточно много авокадо. Это тоже мягкие, хорошие авокадо, на Самуи их практически нет. Так, ну вот, кстати, рис выращивают. Замечательная, конечно, идея, но рис очень сильно загрязняет организм, поэтому, когда я смотрю на все эти рисовые поля, они, конечно, прекрасные, они, конечно, красивые, но я не понимаю, зачем люди едят столько риса. Вот. Кстати, с арбузами, например, здесь беда. Арбузы, они совершенно невкусные и совершенно без косточек, что вызывает подозрение. Папайя здесь отличается очень сильно от папайи, которая растет в Таиланде. Она, во-первых, она огромных размеров здесь. Она вот такая папайя, причем она бывает такая с зеленой кожурой, но несмотря на то, что она с зеленой кожурой, она уже спелая. Она вкус немножко другая. В Таиланде она какая-то более сладкая, более вкусная, на мой взгляд. Вот. Огурцы. Корнеплоды здесь, кстати, есть. Они здесь приживаются. В Таиланде я знаю, что корнеплоды не слишком хорошо приживаются, потому что много различных организмов, которые поедают корнеплоды. Но, тем не менее, в Таиланде продается морковка. Возможно, импортная, возможно, не знаю, выращенная. Но это есть, по крайней мере. Вот такие дела. То есть, питаться в этих странах староеду есть чем. Это совершенно не проблема. Кстати, по поводу бананов. Бананы здесь есть, но они, опять же, совершенно другие. Мне бананы больше нравятся тайские. То есть, Таиланд – это такое королевство, наверное, самых вкусных фруктов для меня. Скоро я возвращаюсь в Таиланд и, надеюсь, что захвачу еще в продаже свои любимые дурианы. С вами была Кира Штафун. До новых встреч. Здоровья вам. Пока-пока.